Девногорск С ДЗНВА уже получили уведомление о сокращении. Оно начнется с 25 марта. Ситуация с ДЗНВА на особом контроле правительства Красноярского края. С этой целью мы организовали выездной центр занятости, на котором мы с вами встречались, смотрели. И здесь это продолжение работы. И вот сегодня организована такая большая ярмарка вакансий, где представлены вакансии. Вот только мы выделили 150 вакансий. Это как раз те вакансии, которые специально подобрали. Среди соискателей Валентина Митрофанова. Она уже на пенсии, но работать все равно хочет. Женщине предложили работать на почте в Красноярске, а в самом Девногорске открывается новый детский сад. Женщина с высшим образованием надеется, что ее умения там пригодятся, например, в хозяйственной части. В такой ярмарке бывшая сотрудница ДЗНВА Рада. Не надо саму искать работу по объявлениям. Нужное дело, я считаю, важное дело. И я думаю, многие нашли здесь для себя что-то. Я тоже нашла несколько предложений, которые могла бы принять. Ну, пока вот думаю. Тут свои вакансии предлагает ГУФСИН, Красмаш, Краском, Васильевский рудник и многие другие. Железногорское автотранспортное предприятие даже предоставляет жилье в закрытом городе для новых работников. Есть и местные предприятия. Очень много у нас было трудоустроенности завода, НВА работников. Сейчас трудятся у нас. В принципе, мы рады квалифицированным кадрам всегда. Предлагают вакансии как для мужчин, слесари, сварщики, электромонтеры, водители, так и для женщин. Инженеры, лаборанты, маляры, воспитатели, почтальоны. Так что, как уверены специалисты службы занятости, ни один сотрудник не останется без дела. А те, кто сегодня опоздал на ярмарку, могут позвонить по телефону горячей линии и выяснить, какая работа его ждет. Ирина Алиева, Андрей Крупнов. Новости.